Всем привет! Доброе утречко! У нас воскресенье сегодня, это значит первый рабочий день. Сейчас жду Андрейку, он отправляет Янчика на подвозке в садик. Он должен сейчас прийти, и мы поедем по своим работам. Точнее, он меня отвезет на работу, а сам поедет в армию. И все, уходит на неделю. Неделю его не будет с нами. Надеюсь, он будет приезжать хотя бы раз в два дня. Сказал, что он попробует вообще приезжать каждый день. Но не знаю, насколько у него это получится. Обычно, когда он уходит на неделю, как я уже говорила, он приезжает где-то раз в три-четыре дня. Вот такие дела. Работа, любимая работа. Да, сегодня у меня, конечно, попрекано немножко. Милая спортсмен. Ну все, я уже закончила работать. Уже нахожусь у себя в городе. Иду в зоомагазин. Приехала очень рано, в 3.15 уже была здесь. Из-за того, что Андрей у нас сейчас в Милуиме находится, мне надо будет всю неделю приезжать рано. Ну и как я сказала, я сейчас иду в зоомагазин, купить виски, иду и кроликам. Потому что у них утро, их как-то резко закончилась еда. Сейчас закажу, выберу все, что мне нужно, и привезут мне все это вечером. Кстати, заставка входит в стоимость. Я никогда за нее не платила. Видимо, на определенную сумму покупаешь. И доставляю тебе все это дело бесплатно. Ну все, наконец-то вышла из этого зоомагазина. Взяла с собой часть покупок. Сена кроликам и мокрый корм в виски, потому что у них реально есть нечего, бедненькие. Голодненькие сидят. Кролики уже 2 дня без сена. Бедологи. А виски бедненький последние 2 дня ел то, что мы ему готовили. Корма у него тоже не было. Как мы так упустили, что у них резко у обоих, у троих закончилась еда, я не знаю. В общем, взяла я с собой то, что им дать сейчас. А вечером уже привезут весь остальной корм. Купила я так хорошо. Много купила, чтобы надолго хватило. И куча кошаков тут бегает. И вот и я с тюками. Куртку сняла, потому что на улице жара. Просто жара. Зима, блин, называется. Что, виски? Хочешь? Хочешь, да? Хочешь? Сейчас дам. Сейчас дам, мальчик. Голодный ты мой. Пошла виски давать ему вкуснятину. Блин, как это все противно выглядит. Просто ужас. Но виски это обожает. Но мы ему сильно много не даем. Такого вот мокрого корма, консерв. Потому что, мне кажется, они не очень полезные. Он их может съесть просто неограниченное количество. Поэтому мы предпочитаем, чтобы основой для его еды был именно сухой корм. Хороший сухой корм. А это так, лакомство. Время к времени. Куличком сена надо отдать. Видите, у них тут остатки сена, которые я им с утра насыпала. Остатки какого-то старого сена, которое завалялось у нас в шкафу. И то они даже его есть в таре. Сейчас вкусное вам сено насыплю. Свежее. Вкусно пахнущее. Ох, ой. Блин, проблема этого сена, что оно просто, смотрите, видите, что происходит на полу. Под клеткой. Куча и мальчик мой. Куча и Боречка. Кстати, спрашивали меня, сколько лет Бори, сколько лет Вику, сколько лет Виски. Вот, Виски у нас уже давно живет. Ему уже лет шесть, шесть с половиной. То есть он уже такой взрослый парень. А Бори с Виком где-то по году. Примерно. Так что они у нас еще молодняк. Да, Бориса? Вкусненько тебе? Осталось вот этому маленькому хомячку дать всем. Вот так, вот и дико сесина. Кстати, еще был вопрос, где мы Вика купили. У меня даже есть влог, как мы покупали Вика. Мы купили его в зоомагазине. Если вам интересно, то ссылочку на него я оставлю в описании. Посмотрите на это чудо, как он попал к нам. В руки. Ну все, можно расслабиться на диванчике. У меня остался еще целый час до того, как привезут Яну. Что делать? Что делать в этот час? Есть целый час свободного времени. Наверное, пойду спать. Короче, решила я не спать. Решила я потрескать вчерашние крылышки Андрея. Они такие вкусные. Вы просто не представляете. Это объедение. Так что да, сейчас поставлю себе какой-нибудь видосик на ютубчике и буду наслаждаться крылышками. Кстати, буду я, наверное, смотреть новое видео Антона Птушкина. Этот тревел-блогер, один из моих любимых, очень интересный и красиво снимает видео, что просто загляденье. Если вам интересна тема тревел-блогер, то рекомендую зайти на его канал. Вот, ну все, приятного мне аппетита. Да, кстати, если вы зайдете на его канал и увидите, сколько у него подписчиков, вы поймете, что это не реклама. Трескаем с Яном Андреевичем мороженку. Обалденная получилась. Таимлиха? Вкусно? Вкусно? Да. Хорошо. Обалденная мороженка получилась. Нями-нями. Ну что, привезли нашим попикам корм. В этот раз виски я заказала вот такой вот корм. Он, кстати, не из дорогих. То есть обычно мы виски заказываем, корма более дорогие. В этот раз заказала такой. Как-то мы ему уже его покупали, ему очень понравилось. Так что решили еще раз купить. Вот, по-моему, он стоит что-то около 270 шейф, если я не ошибаюсь. О, смотрите, как я угадала. 270 шекелей за 18 килограмм. То есть выходит очень недорого. Обычно мы покупаем, знаете, 12 килограмм за 350 шекелей. То есть выходит намного дешевле. И тут очень хороший процент мяса. Это очень важно. Блин, зеркало такое грязное. Не обращайте внимания, пожалуйста. Вот так вот буду держать. В общем, всегда мы обращаем внимание на то, какой процент мяса в корме. Я всегда беру виски-корм с хорошим, с высоким содержанием мяса. Вот, и купили еще нашим королям вот такой вот корм. Два пакета. Еще нам дали подарочки. Всегда я, когда заказываю в этом магазине корм, они дают много подарков. Во-первых, они дали еще три консервы корма виски. Вот виски-кайф будет обычно. Мы ему не покупаем такой мокрый корм, потому что, ну, как я уже сказала, я считаю, что он не самый полезный. И к тому же он его съедает буквально за секунду. Это для него как лакомство. Ну, ладно, будет, у него еще три баночки лакомства. Еще дали вот такую вот косточку бесплатно. Сейчас пойду с виски гулять, и после гуляния дам ему это лакомство. Дали два пакетика корма с разными вкусами, типа пробничков. Попробовать. То есть, это тот же самый корм, который мы купили, большую упаковку, только с другими вкусами. Посмотрим, что виске больше понравится. Хватись, хватись. Ну, на, держи, держи. Иди кушай. Ну что, первый день без Андрейки подходит к концу. Янечка у меня уже спит давно. Я тоже сейчас засну. Вот, на самом деле, так незаметно как-то время пролетело. Я немножко убралась. Совок почему-то посреди квартиры валяется. Странно. Вот, убралась немножко, сделала стирку. Хотела поработать еще, но сил нет. Я же сегодня вообще очень рано с работы уехала. Приехала полдевятого, уехала в три часа дня. Это очень мало. Кстати, то, что Андрей у меня сейчас находится в Милуиме, у меня по закону есть на один час меньше каждый день работать. То есть у меня обычно рабочий день 9 часов, но на то время, когда Андрей в Милуиме находится, я могу работать 8 часов. И не важно, как бы, что мы не женаты там, что мы не расписаны, что мы как-то не оформлены. У нас есть общий ребенок. И именно для детей это делается. Потому что всем понятно, что садики в Израиле работают до полпятого. Какие-то садики до пяти работают, какие-то до четырех работают. И обычно родители, когда оба родителя работают, они меняются. То есть, например, один едет раньше с работы, забирает ребенка, второй отрабатывает. Работает больше, делает дополнительные часы. На следующий день они меняются. И, в принципе, так получается уравновешенно. То есть нужное количество рабочих часов. Так все практически работают в Израиле. Ничего не поделаешь. Система садиков в Израиле, конечно, очень плохая на самом деле. Очень плохо организованная. Милуим, кстати, если кто первый раз зашел на мои видео и не слышал про Милуим, как я рассказывала, что это такое, это военные сборы. Ну все. Сейчас усну. Блин, голова мокрая. Надо ее высушить сначала. Потому что если я лягу... Ой, простите. Если я лягу с мокрой головой спать, то завтра у меня будет одуванчик полевой. Лекарственный представитель семейства сложноцветных. Что-то вроде того. Ну все. Пока-пока.